Добрый день, меня зовут Александр, менеджер компании Адемс, и сегодня мы продолжим встречу с нашими клиентами для того, чтобы рассказать что-то новое, что-то интересное, о том, о чем часто спрашивают, с чего вообще нужно начинать свое дело, потому что часто люди приходят, говорят, что интересует заточка как хобби, как желание себя реализовать, ну и просто нравится сам процесс, и видят, опять же, потребность в этом у других людей, кто-то является, скажем так, родственником, братом, другом, мужем, девушке, кто занимается маникюром, либо парикмахером, соответственно, он постоянно знает, слышит о том, что есть такая проблема заточка инструмента, либо, соответственно, выделяет собственные средства на то, чтобы этот инструмент куда-то отвезти, кому-то отдать, чтобы заточили, вернули, а вы уже, соответственно, продолжили им пользоваться. Не всегда это происходит так, как хотелось бы в самом начале, то есть инструмент может быть недостаточно острый, с ним могут быть другие трудности. Чаще всего это связано с тем, что мастер находится вне зоны действия самого клиента, и, соответственно, клиент не может с ним поговорить, обратить свое внимание на какие-то нюансы, на какие-то подробности, которые так или иначе важны для оконечного потребителя услуги заточки. Соответственно, они все хотели бы видеть мастера рядом с собой, чтобы это был живой человек, которому можно было подсказать, что вам хочется лучше, чище, острее и в каких местах это все должно выглядеть. Ну, либо какие-то, может быть, пожелания по внешнему виду инструмента. Очень разное бывает представление, скажем так, у конечного потребителя, что бы он хотел по итогу получить. И в этом случае у вас, как заточника, в первую очередь, это важно, чтобы доступ был, ну, просто в пешей доступности, скажем так, самой мастерской, чтобы человек мог туда дойти, чтобы это было в удобном месте, потому что часто говорят, что я буду затачивать на балконе, у меня есть помещение в промзоне, еще где-то, скажем так, индустрия красоты, она имеет свое определенное положение именно для тех, кто в ней работает. И понятно, что девочкам нравится ездить в промзону, там нет чего-то красивого, то, что привлекает внимание, то, что их зазывает. Поэтому чем ближе вы будете к клиенту, тем лучше. И в этом плане, кстати, может быть, даже заточка на балконе будет более предпочтительна. То есть, в первую очередь, вы выбираете место, где будет размещаться ваша заточная студия, делаете исследование, ну, просто пешком пройтись или на машине проехаться в округе, там, в районе с трех километров, посмотреть, есть ли у вас потенциальные клиенты, которые могут быть якорными, так называемыми. Те, кто обладает большим запасом инструмента и кому услуга заточки требуется с большой регулярностью. То есть, это люди, которые постоянно будут вам приходить, приносить инструмент, приносить деньги, говорить о том, что нравится, не нравится. Каким образом это можно сделать? То есть, если это салонной красоты, вы можете пройтись, оставить визитки, поговорить с ними. Очень важно с ними поговорить, показать качество своей работы. Потому что есть люди, которые уже сталкивались с заточкой, ну, назовем, скажем так, либо с гастролерами, либо шарлатанами. То есть, человек, который приезжает в другой город раз в месяц, может быть, делает заточку, он, ну, возможно, он уже устал, возможно, много заказов за раз, и он что-то не успел, что-то не доделал. Может быть, по злому умыслу, в силу, скажем так, особенности личности, он хотел это сделать. Но, скажем так, не всегда его работа будет гарантией качества. В то время как свой стационарный мастер, до которого можно дойти, который дает определенные гарантии, обязательства, хотелось бы, конечно, дело иметь всегда с ним. Хотя, опять же, есть случаи, об этом мне рассказывали сами заточники, о том, что бывает, что есть уже наработанная база, которая долго-долго работает с клиентом, и вот к ним прибегает какой-то человек малознакомый, либо вообще незнакомый, говорит, что я вам сейчас заточу, но заточу чуть-чуть дешевле, чем затачил вам ваш постоянный мастер. То есть, буквально разница 50 рублей, но это уже будет решающим фактором для того, чтобы ему отдали инструмент. После этого он оставляет свой незабываемый след, ну, косячит банально, либо есть какие-то замечания к его работе. И вот люди уже опять бегут с этим инструментом, который заточил малознакомый им человек, к знакомому мастеру, и просят о том, чтобы все исправить. Опять же, у мастеру закономерный вопрос, если мы с вами постоянно работаем, я делаю именно то, что вы хотите, и так, как вы хотите, для каких целей вы решили сэкономить эти 50 рублей и получить заточку от незнакомого человека с сомнительным результатом? Это говорит о том, что людям нужно регулярно общаться, нужно, чтобы вы с ними разговаривали, может быть, иногда улыбались, но всегда давали именно качественную услугу, этого будет более чем достаточно, но говорить с ними об этом нужно. Полезно спрашивать, все ли хорошо в заточке, хорошо ли режет, так ли он режет, как им хотелось бы. То есть банальные наводящие вопросы, которые, во-первых, будут показывать им, что вы им, как клиент, интересны, что вы считаете важным узнать качество своей работы и, может быть, нести какие-то корректировки для того, чтобы они в дальнейшем могли, соответственно, к вам обратиться еще раз и еще раз. Опять же, часто приходят и говорят о том, что условно мы затачиваем там бытовой инструмент, и вот сейчас мы хотели бы включить маникюрный инструмент. Опять же, разные приемы можно применить. Тут немножечко включаете фантазию, вспоминаете любые маркетинговые чудеса, которые так или иначе мы сталкиваемся в рекламе, там, я не знаю, в розничных сетях. И вот тут уже можно, соответственно, фантазировать. Самое банальное – это предложить бесплатную услугу на одну, на первую заточку. Для того, чтобы люди, во-первых, принесли свой инструмент, вы для себя, соответственно, сделали помяточку, что вот у этих людей есть инструмент, который отличен от того, что они регулярно приносят. Узнать, что им… То есть, чем больше вы знаете о своих клиентах, тем лучше для вас. У вас более тесная с ними связь, больше точек контакта, и вы, опять же, можете всегда с ними о чем-то поговорить, услышать их боль и на нее уже более адекватно реагировать, что, в свою очередь, будет привлекать больше клиентов и больше денег, соответственно. Потому что каждый довольный клиент приведет с собой еще троих. А каждый недовольный, к сожалению, уведет еще семерых. Такие правила работают в реальной жизни, и их нужно учитывать. Поэтому, если вы хотите добавить новую услугу, в первую очередь вам нужно убедиться, что вы сделаете это качественно. Опять же, вы всегда можете обратиться к тем людям, которые работают с вами, предложив им, что они принесут какой-то новый инструмент, вы им бесплатно заточите. Ну, они, в свою очередь, там, расскажут об этом кому-то еще. Я думаю, что вы легко опознаете людей, которые много общаются, имеют большое количество социальных связей, и сможете их вычленить, и сделать им более точечное предложение. Обычно это говорливые, громкие люди, к которым так или иначе много обращаются. Ну, в силу, опять же, того, что их темперамент заставляет их быть более контактными и находить общий язык с разными типами людей. То есть, в этом плане важно с ними разговаривать, предлагать свои возможности. Опять же, если вы не уверены в своей услуге, вы можете людям предложить, что вы можете взяться за инструмент, который требует заточки, но желательно, чтобы это не был какой-то дорогой, критически важный инструмент, чтобы это можно было, скажем так, как-то обернуть в положительную сторону. То есть, как минимум, с этого хотя бы ваш личный опыт умения заточки, скажем так, заработать. А сам инструмент, даже если он будет потерян, ничего страшного с этим не произойдет. Да, часто спрашивают. Понятно, что желательно, чтобы вы оставляли после себя какую-то информацию, то есть, это либо визитки, либо, ну, самое банальное – это визитки, самый дешевый, наверное, способ, то есть, вы обращаетесь в типографию, банально ваш номер телефона, что вы делаете, как вас зовут. Сам дизайн, скажем так, тут уже на вкус и цвет, но, опять же, чем более изощренно исполнение, тем дороже сама визитка. Нужно ли это, скажем так, к массовому продукту, который вы фактически будете раскидывать во всех удобных или неудобных местах, это вопрос уже к вам, это ваше личное решение. Но желательно, чтобы у вас была какая-то раздатка, которую так или иначе можно было оставить. Это может быть, в зависимости от цели, это может быть визитка. Если вы видели в магазинах так называемые воблеры, это этикетка на подвижной основе, которая клеится на прилавок, на витрину, на ценник и держатель. То есть она выглядит, в общем-то, вот таким образом. То есть здесь какая-то надпись, она вот таким образом клеится и всегда при движении ветра она играет и привлекает тем самым свое внимание, собой, внимание окружающих. Опять же, в зависимости от того, кто находится вокруг вас, можно по-разному это все реализовать. Сейчас огромное количество типографий. Скажем так, я бы порекомендовал, не пожалеете там 3000 рублей, закажите себе 200-300 визиток, просто их раздайте. Но не просто пришли, оставили и ушли. Пришли, улыбнулись, пару слов, сказали, что вы делаете, как вы делаете. Если вы там у меня первый раз, то я вам сделаю какую-то скидку, бесплатно заточу, покажу инструмент, соответственно, что я могу с ним сделать. То есть каким-либо образом заинтересовать человека, чтобы ему было интересно к вам прийти. Это может быть как некое экономическое предложение в виде снижения цены. Это может быть некая игровая форма, когда вы, условно, вы мне будете рассказывать, что вы хотите, я при вас это буду делать. Если вы сомневаетесь в моих профессиональных навыках. То есть каким-либо образом, чтобы у человека было, он понимал, что вы не просто приходите и говорите ему, вы предлагаете ему некое решение. Может быть, это будет экономически выгодно, может быть, не совсем, но в любом случае важно, чтобы человек увидел вашу работу и увидел вас в деле. Тем самым, соответственно, у него, во-первых, и доверия будет больше к вам и потенциально в дальнейшем сможет принести больше инструмента. Опять же, если вы делаете мастерскую в неком арендном помещении или не арендном, в собственном помещении, в котором она находится, допустим, где-то в окружении ваших потенциальных клиентов, не забываем про наружную рекламу. Потому что о том, что вы там сидите, условно, это может быть предбанник в магазине, это может быть островок в торговом центре, это может быть какое-то офисное здание, и вы там занимаете, условно, там одну-две комнаты, это может быть в подвал в жилом доме. Вариантов масса. Но наружная реклама сможет рассказать мимо проходящим людям о том, что вы находитесь именно здесь и какую услугу здесь вы оказываете. То есть, так или иначе, люди должны знать, где вы находитесь и как вас найти. Сейчас огромную роль играют социальные сети, то есть, вы можете информацию размещать там, опять же, в небольших городах с небольшим населением, это хорошо работает в том плане, что люди достаточно скучно там общаются, либо находить какие-то группы в соцсетях, в мессенджерах, например, вайбер, там, ватсап, телеграм, именно по некой локальной местности, чтобы в этом, то есть, чем больше людей о вас узнает любым доступным способом, тем проще будет вам. Бывает, что нужно для этого попросить там более свободно владеющего человека этими технологиями, потому что в соцсетях не все сидят, не все понимают, как они работают и что для этого нужно сделать. Опять же, люди там после 45-50 бывают, что уже немножко оторваны от текущих реалий высоких технологий, им нужна помощь более молодого поколения для того, чтобы вот эту медиа-активность начать каким-либо образом вести. Вы то же самое можете попросить обратиться к близким, дети, внуки, родственники, вот с тем же самым вопросом, вкратце обрисовав, что вам нужно. Они, может быть, даже неким своим художественным, скажем так, почерком смогут это достаточно интересно донести до, скажем так, участников этих социальных сетей либо там чатов, ботов, телеграме. Все достаточно доступно, много инструкций, можно найти эти варианты. А люди о вас узнают, и это важно. Для того, чтобы, опять же, часто спрашивают, понять, хотя бы на начальном этапе, сколько я смогу заработать на этом, может ли это стать моим основным видом деятельности, основным приносящим доходом, можно сделать банальные расчеты. То есть, если вы проживаете в населенном пункте, от 30-50 тысяч населения, открываете дубль ГИС либо любую справочную базу по услугам в вашем конкретном городе. Я извиняюсь. Так, о чем я? Допустим, это будет дубль ГИС, он наиболее встраненная сеть в плане справочной информации по участникам рынка по-разному. Соответственно, вы забиваетесь индустрией красоты, то есть, это салоны красоты, маникюрные салоны, парикмахерские, их, скажем так, варианты смешения. Забиваете, просто смотрите по количеству. Понятно, что в одном салоне вряд ли будет работать один мастер, как и в любой парикмахерской. Вряд ли будет работать один мастер, он просто не сможет каждый день ходить на работу. Банально всегда есть какие-то посторонние дела, которые отвлекают от трудовой деятельности. Либо человеку свойственно отдыхать хотя бы раз в неделю, но он должен один день потратить. Соответственно, любой, даже маломальский, маленький салон красоты, это минимум два мастера, которые себя там так или иначе подменяют. Опять же, это некие точки входа в их социум, в их группу, где они между собой так или иначе общаются, потому что у них тоже есть свои интересы, и им выгодно поддерживать эти социальные связи. То есть, та же самая, допустим, групповые закупки каких-то парикмахерских, какой-то химии, покраска, окислители, всякие такие штуки, они все равно требуют некой консолидации социума для того, чтобы они могли более рационально использовать те ресурсы, которые у них есть. То есть, они между собой общаются. И, зная это, мы можем сказать, что если вы выйдете на такое сообщество и подадите им пример хорошей заточки, то из этого сообщества так или иначе будут обращения к вам. Небольшая ремарка, вернемся к теме подсчета. Берете цифру, которая там указана, например, вот я сейчас открою дубль ГИС, Тольятти город, скажем так, нетиповой, достаточно крупный, даже, я бы даже сказал, это единственный город в России с таким населением и таким, такой площадью, не являющийся областным центром. Ну, давайте возьмем Сызра. тут есть отдельный раздел прям по красоте, то есть тут я сразу вижу дохождение, адреса, ну, понятно, что всю, допустим, скажем так, Сызрани все охватить, но это много надо времени, там не очень, наверное, удачная транспортная ситуация, хотя давно там не был, могу ошибаться, но в любом случае есть, возьмем сейчас абсолютную цифру и, скажем так, примерим на себя, то есть он мне посчитал, что 2005 мест это все точки так или иначе связаны с красотой, это может быть и парикмахерские, барбершопы, салоны какие-то, медицинские центры, нам сейчас важна именно вот эта цифра, чтобы сомнений не было, парикмахерские 103, барбершопы 49, и вот тут у нас скрываются все остальные, ну давайте возьмем, например, маникюр-педикюр, тут цифра получится, скажем так, интересная, да, то есть 903 места, содержащих ваших потенциальных клиентов, которые так или иначе требуются заточкой инструмента режущего, понятно, что есть маникюрный, аппаратный маникюр, и там ничего точить не надо, там все работает как просто, как фрезы из абразивного материала, но в любом случае любую кутикулу вы не сотрете, вам надо ее срезать, то есть будем считать, что в общем-то даже аппаратный маникюр так или иначе, но используют некие минимальные по объему запасы инструмента, которые также требуют оттачивать, допустим, 903, здесь мы наблюдаем, 903 места, где работают с маникюрным инструментом, давайте считать, что там два мастера в каждом салоне, я сильно преуменьшаю, но это факт, итого у нас получается где-то 1800 мастеров, я сейчас округляю в меньшую сторону для того, чтобы по правилам математики для того, чтобы у нас была более-менее адекватная цифра, то есть 1800 мастеров, у каждого мастера маникюра, я сейчас возьму опять же очень маленькую цифру, то есть это 6-8 инструментов, это прям вот тот минимум, с которым мастер в принципе может работать, но при этом у него будут провалы по времени, потому что инструмент между клиентами так или иначе требует обработки, дезинфекции разными методами, они занимают по разное время, это все равно требуется делать и соответственно инструменты скорее всего больше, то есть у этих 1800 мастеров, давайте считать там по 8 инструментов, это 14000 инструментов, понятно, что мы вот всю массу сызрани не охватим, давайте считать, что вы начинающий мастер и это 10%, это то, что находится прям вот в пешей доступности, то есть это полторы, ну 1400 инструментов, если быть точным, да, вот из этих 10%, вот эти полторы тысячи инструмента требуют это маникюрные мастера, они затачивают инструмент часто, то есть минимум они затачивают его раз в месяц, но скорее всего, если быть реалистом, они затачивают инструмент где-то раз в две недели, может быть даже чуть почаще, опять же, зависит от объема работы, то есть полторы тысячи инструментов, это одна десятая всех маникюрных салонов в городе Сызрань, умножаем на стоимость одной услуги, ну сколько сейчас, давайте 300 рублей возьмем, это 400 тысяч, 433 тысячи, 440 рублей, это стоимость заточки, повторюсь, 10% инструмента от маникюрных салонов города Сызрани, так как это инструмент надо затачивать хотя бы раз в месяц, будем считать, что это некий оборотный объем за месяц, возможно что-то будет затачиваться чаще, что-то чуть реже, но в среднем будет выходить вот так, то есть сама цифра, она достаточно привлекательная, но сразу хочу вас расстроить, как мастеров, начинающих, да даже опытных мастеров, весь вот этот объем просто на руках, вы скорее всего заточить вот так сразу не сможете, то есть в лучшем случае вы охватите порядка, наверное, половины от этой стоимости, от этой суммы, но при этом вам придется работать в общем-то не поднимая головы и это будет всего лишь там порядка 800 инструментов, но это достаточно много, это можно сказать ведро кусачек, которое вам надо будет в течение месяца переточить, как бы если время останется, то есть даже если половина от этой суммы, это уже там 200 тысяч, это с учетом, допустим, операционных расходов при ведении малого бизнеса, если у вас там арендное помещение, если вы платите коммунальные платежи, какие-то еще обязательные платежи, налоги, и у нас получается, что порядка чуть больше 100 тысяч рублей за вычетом всех расходов вы, в общем-то, чистыми должны заработать, но при этом у вас точно есть работа и вы заняты, скажем так, с большой интенсивностью на протяжении всего месяца, в то же время вы хозяин своего дела и вы сами решаете, в какое время вам работать с инструментом, когда вам удобно, нравится, не нравится, то есть все вот эти моменты вы можете на месте уже обсуждать с клиентом, получать к ним обратную связь. Данный тип деятельности, он, в общем-то, обусловлен любыми, любыми типами регистрации юридической, соответственно, вы можете работать и самозанятым, и как ИП, и как ООО, если вы того хотите. Просто, скажем так, по мере возрастания, как я их перечислил, у вас увеличивается налоговая нагрузка. Опять же, на начальном этапе я рекомендую вам внимательно изучить, не пытаться там схватить какую-то, ну, скажем так, чудес не бывает, практика показывает, что вы можете заработать хорошие деньги, то есть там порядка трехсот, может быть, даже трехсот пятидесяти тысяч рублей в месяц, но, скорее всего, это будет крупный город. Москва – это стоимость одной слуги выше, чем в массе по стране, но, соответственно, все равно вы упираетесь в то, что время на заточку так или иначе тратится. Даже вы, если опытный мастер, набили руку, вам не нужно использовать манипулятор, вы все делаете быстро, у вас есть необходимый набор оборудования, все равно но это занимает время. Хотя бы три-пять минут на инструмент у вас будет уходить. С учетом того, что у вас есть еще приемка инструмента, чтобы вам желательно своими глазами увидеть перед тем, как согласиться взять его в работу. Соответственно, это тоже отнимает время, это тоже нужно вычитать, тоже нужно считать. То есть, что я хочу сказать, что оборот у вас, допустим, если вы зарабатываете 200 тысяч рублей в месяц, вам не нужно открывать ООО, вы вполне можете остаться самозанятым. Если у вас есть под началом один-два человека, помощника, и у вас оборот достигает 600 тысяч рублей, тогда есть смысл перейти уже на ИП. Если больше, тогда, конечно, стоит задуматься о том, чтобы открыть другое юрлицо, то есть ООО, и возможно там уже вести другую деятельность. Но опять же, это увеличивается налоговая нагрузка, надо вести определенную бухгалтерию, понятно, что есть разные сервисы, но в любом случае за них нужно либо платить, либо нанимать бухгалтера, то есть вы должны этот момент для себя решить. На начальном этапе самый простой доступный способ для всех это стать самозанятым либо открыть ИП. Это все делается в рамках одного дня, и после этого вы спокойно можете начать работу, оплатив, соответственно, все налоговые пошлины и взносы. Конференция у нас, скажем так, через 10 минут завершится. Если вопросы есть и нужно продлить, вы можете их написать в чат. Мы с вами сегодня говорили о том, что важно выбор места мастерской, если вы хотите быть в доступности с вашими клиентами и иметь с ними, скажем так, прямой контакт, чтобы они могли вас найти, могли до вас добраться. Мы говорили о том, что важна наружная реклама, то есть важно сообщить людям о том, что конкретно в этом месте происходит услуга по заточке. Опять же, сейчас много технических средств, позволяющих сделать наружную рекламу, может быть, не самый дешевый, но самый доступный, вне зависимости от того, какая по площади места рекламная вам доступна. И, исходя из этого, соответственно, важно понимать, что если вы находитесь в пешей доступности, важно, чтобы ваша реклама была читаема и ее было видно с максимального количества мест, которые так или иначе соответственно определяют пешеходный поток, то есть где идет трафик, чтобы оттуда было видно. Не забывайте об этом. Не важно, насколько она красивая, важно, чтобы ее было видно. Вот это самое важное. Второй момент. мы говорили, уже не второй, третий момент, мы говорили о том, что нужно о себе говорить и сколько денег вы можете заработать на тех или иных дополнениях. Опять же, у нас есть на YouTube канал на Dems.ru, где у нас есть ролик, где Владимир Старенков в разрезе города Самары рассказывает о том, как он в обувную мастерскую, я даже сказал, это был некий дом быта, с началом, скажем так, под началом у Владимира работало несколько людей, как он принес туда сам факт заточки, начиная с ремонта кожаных изделий, с ремонта, с изготовления ключей и сколько заточка только ножей ему приносит в месяц. То есть там порядка он насчитал 150 тысяч рублей без учета операционных расходов. Это важный момент. В общем-то, ничего сложного в подсчете потенциального барыша, вот, скажем так, бизнеса нету. Можно посчитать, можно прикинуть и, опять же, на основе этого строить некую свою модель. Пойдет, не пойдет, окупится, не окупится и в какие сроки все это может произойти. Но, как показывает практика, средняя окупаемость из заточной студии порядка 10 месяцев. То есть менее года это хороший показатель. Но тут важно понимать, что если вы работаете один, это ваше рабочее место, вы всегда должны быть на контакте с клиентами. Не обязательно, чтобы они вас видели всегда в мастерской, это могут быть соцсети. Опять же, сейчас большое количество вариантов виртуального взаимодействия. И важно, чтобы люди вас слышали, то есть подходящий для вас канал связи найти, банальными, скажем так, приемами социальной инженерии выйти на людей, кто потребляет эту услугу. Опять же, они так или иначе находятся вокруг нас. Просто с ними нужно поговорить, показать желание предоставлять такую услугу, может быть, показать свою работу. И этого будет более чем достаточно для того, чтобы люди уже имели вас в виду. Опять же, если вам отказывают, говорят о том, что у нас уже есть заточник, мы с ним работаем, банальные вопросы как бы откроют вам много нового. Банально, имея в виду, нравится с ним работать, что он делает, что затачивает, что не понравилось, были ли огрехи, хотели бы попробовать новое. То есть, чем более вы открыты и взаимодействуете с клиентом на основании равноправного влияния на ситуацию и желания помочь человеку, в этом случае вы будете интересны для потребителя в первую очередь. вопросов пока больше нету. Встреча наша подходит уже к концу. Мы такого рода формат хотим сделать еженедельным для того, чтобы вы могли всегда с нами поговорить, может быть, либо послушать наше мнение, потому что так или иначе мы об этом рассказываем по несколько раз иногда в день разным людям. И вот для того, чтобы эти ответы вы могли для себя собрать либо посмотреть их в свободное для вас время, в удобном месте, мы, соответственно, и продолжаем записывать эти видео и выкладывать их на Ютубе с дальнейшим доступом для всех желающих. Я надеюсь, что это будет было и будет в дальнейшем вам полезно. А на сегодня тогда у меня все. Спасибо за внимание. Ждем вас в следующий раз. До свидания.